Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас пельмешки со сливками. Рецепт, кстати, на пельмешек я оставлю внизу в описании под видео. Также закреплю в комментариях. Обязательно переходите и смотрите наш рецепт, потому что по нему пельмени получаются просто шикарные. Не то, что я просто хвалю. Это видео у нас набрало, по-моему, несколько миллионов и очень много положительных комментариев. Дальше у нас здесь кутабики, которые приготовила мамочка. Это значит мое, это мамочкино. А это у нас с вами 4 разновидности дубайского шоколада. Хочу начать с него, потому что, скажу сразу, мне дубайский шоколад понравился, очень понравился. Уже была большая шоколадка, с которой я сняла короткий ролик. Погнали! Он очень вкусный. Сладкое я всегда ем в конце, потому что в начале видео он перебивает аппетит. Обожаю. Это просто шедеврально. Я уже посмотрела, как его готовят. Но здесь невероятно нежный молочный шоколад. Очень классное сочетание. Кто кушает, то приятного аппетита вам тоже. Сегодня я хочу поговорить на такую достаточно актуальную тему. Это похудение. Как вы знаете, я уже вам рассказывала, что я однажды похудела на 13 килограмм за 40 дней. И вот после этого я кушаю все, что я хочу, когда я хочу. И я не полнею. То есть килограммы не возвращаются. Почему-то, когда я худела, все люди вокруг мне говорили, все эти килограммы вернутся, нельзя так быстро худеть. И сегодняшняя тема нашего разговора как раз-таки похудение. Как я худела. Хочу поделиться своим опытом, потому что на своем азербайджанском канале я сняла видео про похудение. И столько девчонок мне в инстаграме пишут о том, что по моему методу они тоже похудели. Благодарны мне. Вообще лишний вес это такая тема, которая кажется фигней только для тех людей, у которых идеальная фигура. Я чувствовала себя полной. Мне не нравилось мое тело. Но мама, люди вокруг все считали, что я потрясающе выгляжу. Что я просто заморачиваюсь. Я весила 68 килограмм. 67 где-то. А потом начала весить 52. Я всего за 40 дней похудела. Вы знаете, сначала я худела на гречке. Потом я худела на японской какой-то диете, где надо определенные продукты кушать в определенном количестве. Потом я просто поняла, что я срываюсь. Вот где-то раз 5, наверное, я сорвалась. Каждый раз, когда я срывалась, я просто так нажиралась, как не в себя. Я еще прибавляла. То есть то, что я сбросила, возвращалась. Еще возвращалась пару новых килограмм. Я себя чувствовала максимально некомфортно. У меня была куча комплексов. Мне казалось, что я жирная. На самом деле, это не такой уж большой вес. Но я рада, что я начала бить тревогу еще тогда. А не ждала, пока я стану стул. Потому что, когда худеешь с такого большого веса, последствия, хочешь не хочешь, будут. Кожа растянутая уже. И все остальное рыхлое тело в подарок. Что я делала? Я худела на интервальном голодании. Так как я из тех людей, которые не могут исключить из своего рациона свои любимые блюда. Я в какой-то степени, наверное, зависима от еды. Я получаю от еды настолько большое количество положительных эмоций. То есть, для меня вкусно покушать, это прям очень важно, честно. И что я делала? Я кушала до 4. Правда, не обжиралась, скажу честно. Но я кушала в маленьком объеме те продукты, которые я люблю. Которые я хочу. Вот я бы не смогла месяц, например, сидеть на диете. И вот кусочек шоколада, например, в рот не положить. До 4. Я встаю и делаю свой обычный завтрак. Просто уменьшаю порцию приема пищи где-то в 2 раза. А после 4 я даже воды не пила, по-моему. Я не ставила себе по поводу воды каких-то ограничений. Просто дело было в том, что после 4 я была голодная. И мне не хотелось обычной воды. Каждое утро и каждый вечер я обязательно должна была взвешиваться. Многие диетологи говорят, ой, не надо взвешиваться. Это вам не нужно. Но я считаю, что наоборот, очень нужно. Когда вы видите результат, это вас мотивирует. И фишка заключалась в том, что, например, утром я вешу 67. Вечером я должна весить меньше этой цифры. То есть объем еды в килограммах, в граммах должен быть такой, что я за весь день эти калории должна израсходовать. Я не знаю, как вам объяснить. В общем, например, утром я вешу, к примеру, 57. Под вечер этого же дня я должна весить 56,8. А на следующий день утром я просыпаюсь, и еще у меня минус 300 грамм. И вот так, вот так я худела. Если бы я не взвешивалась каждый день, я бы не смогла похудеть вообще. Потому что, если вы на протяжении долгого периода стараетесь и не видите наглядный результат, у вас просто мотивация в ноль. Единственное, пятый или шестой день был очень сложный. А потом уже это привыкаешь. Например, когда пост держишь у нас, целый день нельзя кушать. Я знаю, что у христиан немножко по-другому. Они кушают диетические какие-то блюда. Но у нас, у мусульман, немножко по-другому. То есть, у нас ты просто в течение дня ничего не кушаешь, не пьешь воды. И как бы считается, что организм очищается в этот период. Я никогда не держала пост, скажу вам честно. Пыталась, по-моему, три дня. Но так, чтобы целый месяц. У меня, к сожалению, не получалось никогда. Но есть люди, которые держат. Я смотрела очень много видео. Причем одних и тех же на ютубе. Людей, которые рассказывают про то, как они похудели. Не то, чтобы я себя хвалю. Вообще, я себя могу отнести к людям, у которых есть сила воли. Даже элементарно то, что я накопила на квартиру. То, что я похудела. Я считаю все-таки себя человеком. Который может держать себя в руках. Элементарно я с парнем там поругалась. Я могу не позвонить. Хотя мне хочется позвонить. Но я не звоню. То есть, такая жилка, она у меня есть. Но она у меня выработалась просто годами. Я тоже сидела на диетах. И тоже срывалась на третий день. И еще больше поправлялась. Я, знаете, даже помню. Это был, наверное, 2010 год где-то. Или 2011. Нет, 2011 год был. И, в общем, под Новый год я сидела на диете. И мы пошли к моему дяде домой. И у них был такой классный накрытый стол. И я такая думаю, блин, ничего страшного. В этот раз тоже покушаю. И уже со следующего года, то есть с Нового года, я начну худеть. И вы знаете, в эту новогоднюю ночь я так нажралась. Это просто как будто не в себя. Как сейчас помню эту картину. Я в руках держала тарелку крабового салата. Прям целую. И вот ела, ела, ела. Думаю, ничего, сейчас поем. Вот прям досыта. И все. С первого числа, с первого января я буду на диете. И вот смысл какой в этом был. Я сейчас вот просто перекручиваюсь. А в голове вот смысл был нажираться тогда. Хочешь с понедельника или с первого числа садиться на диету? Садись. Хотите обижайтесь на меня? Хотите нет? Я считаю, что лишний вес – показатель того, что у человека нет самоорганизации и силы воли. Люди платят деньги за какие-то марафоны. Платят деньги блогерам. Покупают какие-то таблетки для похудения. Сколько раз подобные таблетки мне предлагались для похудения. Если какие-то лекарственные препараты у меня хотят рекламу, я сразу требую лицензию. На каких маркетплейсах продается, есть ли в аптеках, если все окей, я готова это рекламировать. Нет, до свидания. В принципе, без разницы, на какой диете сидеть. Самое главное – не обманывать саму себя. Вот я вспоминаю этот 2011 год, Новый год. я понимаю, что я просто обманывала себя. Я просто пыталась себе внушить, что я вот сейчас наемся, нажжусь. В общем, я похудела. Пошла в школу. Три месяца у нас, значит, были каникулы. И вы знаете, настолько мне было приятно, когда люди у меня спрашивали, вау, ты так похудела. Казалось бы, обычный вопрос. Потому что я действительно похудела. Что здесь такого? Ну, блин, мне так было приятно это слышать. Мне просто хотелось от каждого своего одноклассника слышать, вау, ты так поменялась. Что ты сделала? Как-то похудела. Это действительно было так. Я всем говорила, как есть. Я говорила, я сидела на интервальном голодании. Так как люди очень удивлялись, мне в тот момент казалось, что я открыла какую-то Америку. Что люди все удивляются. Вау, в восторге. Но потом мне мама объяснила, что таким способом еще худела ее бабушка. Так что мой совет для вас, девочки, не откладывайте на завтра. Вот с сегодняшнего дня начните худеть. Вы можете просматривать мукбанки, вы можете смотреть другой контент, отвлекаться как угодно. Но только не есть. Я, конечно, понимаю, что есть девушки плюс сайз, которые безумно сильно себя любят и счастливы. Но я могу сказать чисто от себя. Я страдала от лишнего веса. Я чувствовала себя толстой, некрасивой, непривлекательной. А сейчас уже сколько лет, я прям счастлива от того, что тогда я сделала этот шаг. На этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok